Вместо встречи в департаменте полиции Карагандинской области прошел вечер-портрет, посвященный 41-летию музея боевой и трудовой славы. 41 год исполнилось музею боевой и трудовой славы департамента полиции Карагандинской области. В честь этого в гости хранителям пришли ветераны органов внутренних дел, сотрудники полиции и члены их семей. 3 июля 1981 года наш музей был открыт. Он очень богат экспонатами. Чего стоит хотя бы пулемет «Максим» на вооружении с 1910 года, ручной пулемет «Дегтярева» на вооружении с 1943 года, наградной материал, обмундирование. История создания музея довольно интересна. Каждый сотрудник, выезжавший в командировку, имел дополнительное задание – собирать экспонаты для будущего музея. Также руководители подразделений органов внутренних дел, ветераны ВОВ и ветераны органов внутренних дел получили письма с просьбой помочь пополнить пока еще формирующиеся экспозиции. Работа по созданию музея была поручена ветерану ВОВ и органов внутренних дел Ивану Алексеевичу Васильеву. С 1976 по 1981 годы он по крупицам собирал экспонаты. Сколько тут экспонатов, сколько здесь людей. Не все их... Мы же уже и не знали их. А сюда приходишь и смотришь, и видишь, какие они совершали подвиги. И без того слова, потому что каждый, кто отработал в милиции, они все совершали такие тихие подвиги, о которых никто не знал. Но их может привести целую массу этих. Поэтому я вот даже когда студентов сюда приводила, они узнавали тут своих дедушек. Они с такой гордостью смотрели. Деятельность музея многогранна. Здесь не только проводятся экскурсии, но и проходят вечера портреты уроки мужества. В том числе и с выездом в дальние районы. Их цель – сохранение преемственности поколения, повышение имиджа сотрудника полиции. И, конечно же, воспитание молодых полицейских. На примерах героических подвигов ветеранов органов внутренних дел. Сергей Пасечник, Николай Шевелев, Пятый канал.